Добрый день, друзья! Хочу вам сегодня показать орден итальянский. Орден называется Vittorio Veneto. И достаточно своеобразная награда. Попробую немножко рассказать. Ну, во-первых, как мы видим, он в виде креста и при этом является орденом. То есть, очень часто именно как раз вот такие вот, такого вида кресты, называют просто кресты. Но здесь он орден. Вот даже написано, что орден Vittorio Veneto. Пятиконечная звезда, много-много-много разных дубовых листьев, дубовых веточек. С обратной стороны такая вот каска. Старинная. И тоже много-много-много дубовых веточек. Чем своеобразен этот орден? Ну, во-первых, Vittorio Veneto это не имя никакое. Это определенный городок, город. И город этот на севере Италии, чем он примечательный? Во времена 1918 года, Vittorio Veneto, собственно, принял капитуляцию Австро-Венгрии во время Первой мировой войны. Было большое, очень серьезное сражение. И итальянцы вместе с союзниками, там было несколько дивизий Франции и Великобритании. Но главное было огромное количество, по-моему, 51 дивизия, именно итальянцев. Которые, собственно, победили Австро-Венгрию. И благодаря этому, в том числе, союзники Антанты победили в Первой мировой войне. Ну, там победа-то была, скажем так, ну, своеобразная. То есть, к тому времени уже Австро-Венгрия практически развалилась. И Югославия вышла из состава Австро-Венгрии. И Чехословакия вышла из состава Австро-Венгрии. И Венгрии, собственно, побежали уже. В общем, воевать никто не хотел. Там был полный бардак. Там воевали, по сути, одни австрийцы. Все остальные делали вид, или дезертировали, или бунтовали, или мятеж там создавали. Ну, вот. Но итальянцы молодцы, как оказалось. Победили. Чем еще интересно? Интересно тем, что этот орден был учрежден в 1968 году. То есть, через 50 лет после, собственно, вот этой вот битвы. В честь 50-летия. И награждали участников этой битвы, участников этой битвы и участников войны, которые были раньше. То есть, не только Первой мировой войны, но и войны, которые походили до Первой мировой войны. Ну, как мы понимаем, участников было очень мало к тому времени, как это учредили. Ну, представляем, 50 лет, собственно, окончании Первой мировой войны. Ну, и сколько им еще там было к тому времени всем этим ветеранам. В 2010 году этот орден, в общем, был признан устаревшим. Так как не осталось ни одного кавалера этого своеобразного ордена. Вот такие вот, друзья, интересные вещи. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok